На каком уровне находится Магадан Медиа с точки зрения редакторской политики и работы именно с содержанием с контентом? Я думаю, что Магадан Медиа крепкий среднячок, то есть по 10-байной шкале они занимают позицию что-то в районе 5, и это очень хорошая позиция, потому что, во-первых, региональная политика, редакционная политика там очень хорошо чувствуется, чувствуется наличие стайл-гайда. Да, хорош он или плохо, мы, может быть, чуть позже обсудим, и, может быть, это даже не так уж и важно, но к чести ребят хочется сказать, что редакционная политика прописана и так или иначе исполняется. А где это заметно? Вот какие признаки редакционной политики ты видишь на сайте? Первый набор признаков, он касается внешнего вида новостей, то есть, в принципе, все материалы одного жанра единообразны. Заголовок везде содержит глагол, лиды, может быть, они там не идеальны с точки зрения классической новостной науки, но, тем не менее, они понятны, единообразны и дают всю первичную информацию. И вторая группа признаков воплощения редакционной политики, это чувствуется, как ребята перед собой ставят задачу освещать все, что связано с Магаданом. Они ставят себе задачу описать все, что в Магадане происходит, и вот они это делают на пятерку. Что им нужно сделать, чтобы делать лучше? Вот как раз этот момент они делают на тройку даже, потому что они включают режим пылесос, они собирают бытовой криминал, не очень интересные вещи, и мне кажется, вот в этом плане они злоупотребляют вниманием читателя. С моей точки зрения, городской информационный ресурс должен быть более проактивным. Все-таки материалов, инициаторами которого стали пресс-релизы, мероприятия, устраиваемые властями, их гораздо больше, чем материалов, которые чувствуются, что это была идея самих журналистов, что это были находки самих редакторов, расследований, то есть материалов самой высокой добавленной стоимости. Я не обнаружил, но может быть они есть, просто что-то не попали. Так может быть дело в том, что это информационные агентства, и они всего лишь зеркало того, что происходит, они сами не инициируют новости. Есть же такая позиция? Могу утверждать, могу судить, что сама модель информационных агентств в современном мире, она не без изъяна. Я примерно понимаю, почему работают пылесосом и Тартас или Интерфакс. Зачем молодому, свежему региональному коллективу корчите себя и Тартас, мне непонятно. Давай поговорим о картине дня. Давай. У меня сложилось ощущение от просмотра сайта, что этой картины дня нет вообще. Она, безусловно, архитекторами этого ресурса, она подразумевалась, потому что вверху там есть пять, скажем так, анонсов с фотографиями, которые вполне могли быть картиной дня, но если мы к ним присмотримся, там ссылки на новости несколькодневной давности, там ссылки на рекламные материалы, а ставить рекламный материал в то место, где должна быть картина дня, это как-то уж совсем запредельно. Перечень самых важных, самых трендовых информационных направлений региона, а вот там этого нет. Этого нет и нигде ниже по сайту, и мне кажется, что вот работа с картиной дня на сайте провалена полностью, вот с моей точки зрения. Что такое картина дня? Представим, что вы очень занятой человек, что вы, безусловно, хотите знать о том регионе, где вы живете, все люди хотят знать, что происходит вокруг них, это вот, мне кажется, такая базовая сенсорная потребность, но времени у вас нет, или глаза болят, в общем, что-то вам мешает углубляться в чтение 500 тысяч новостных сообщений. Для этого существует термин картина дня, то есть некое место на сайте, на которое ты бросаешь взгляд, и ты понимаешь, что важного происходит, без чего нельзя обойтись. На главной странице Яндекса в качестве картины дня выступают ссылки на пять самых важных новостей. Вот, мне кажется, это вот самый такой идеальный образец картины дня. И я примерно понимаю те проблемы, которые стоят перед коллегами, которые им мешают сформировать картину дня, то есть, в частности, на сайте не распространены сюжеты. Я знаю, что они там могли бы быть, но их нет. Из тех анонсов, которые сейчас там висят в картине дня, на картину дня тянет с какой-то определенной долей условности, по-моему, только снос аварийного жилья. Да, это важная тема, там было важное заявление, вот это висит. Остальное, это либо что-то такое очень старое, как день города или там день древнего оленя, где весь народ гулял. Вот, либо там джинса какая-то, либо вот непонятно что. Вот, ты говоришь о том, что существует новость, которая могла бы быть внутри сюжета или там стать началом этого сюжета, и они ее дальше не связывают. Насколько я увидела этот сайт, он абсолютно не связанный, это просто разрозненные какие-то сообщения, которые между собой не сцеплены. Я обратил внимание, точно так же, как и ты, Оксана, что действительно на ленте «Магадан-медиа» очень много гороха. Под горохом мы, на нашем сленге это означает, что очень много каких-то мелких новостей, они сыпятся для того, чтобы понять, что происходит, во-первых, их надо прочитать, как-то отделить, что важно, что не важно. То есть за читателя эту работу журналисты не сделали. И я всегда задумываюсь, а что происходит в редакционном коллективе, когда вот этот горох начинает сыпаться. И мне кажется, что ребята не совсем, не уделяют достаточно много внимания задаванию себе и ответу на вопрос, а что сегодня важно. Вот. А из этого, так как нет вопроса и нет ответа на него, из этого не могут вырасти сюжеты. Из этого непонятно, как ставить фильтр, что важно, на что не важно, на что мы тратим усилия, на что не тратим. И редакция бы хотела сконцентрироваться на каких-то больших историях, пусть в ущерб какой-то мелкой бытовухе. Но в тот момент, когда нет изначальной постановки вопроса, а что важно, чем живет регион, соответственно, нет результата, нет сюжетов, нет картины дня, нет фильтра. И вот это очень важная проблема. И, может быть, она достаточно сильно бросается в глаза. Я заранее прошу прощения, может быть, за какую-то резкость. Я хорошо знаю владельцев сайта, я знаю людей, которые работают конкретно на Магадан Медиа. Всех люблю и уважаю. Но сейчас одна из главных отталкивающих черт Магадан Медиа состоит в том, что новостей много, а желание чего-то прочитать, тех новостей, которые хочется прочитать, их мало. То есть, вот если мы говорим про отбор новостей на троечку, то сами тексты на... То сами тексты, там, 5-6-7 баллов вполне тянут. Но, опять-таки, в них есть тоже проблемы, которые их очень сильно портят. Например, очень сильно бросается в глаза тяжесть лидов. Безусловно, лиды очень информативны. Безусловно, прочитаешь первый абзац, и, в принципе, все понятно, а именно таким и должен быть лид. Но, чтобы прочитать этот лид, надо там дыхание, вернуться, понять, где ты там потерялся, в каких оборотах. А это не очень хорошо. Лиды надо упрощать. Они очень большие, громоздкие. Есть же такая поговорка, что лучшая судьба любого печатного текста это быть воспроизведенным по телевидению. Вот, ребята, ваш текст по телевидению воспроизвести практически невозможно. Ну, хороший способ, говорят же, хороший способ проверить, это прочитать после того, как ты его написал, прочитать его вслух. И если ты перехватываешь дыхание, значит, надо ставить точку. Да, да, да. Ну, может быть, там слишком утрированный способ, и на практике как раз и не всегда получается это прочитать, но мысль верная, мысль верная. Как и на всяком уважающем себя ресурсе, на Магадан Медиа есть интервью. Я прочитал несколько интервью, и это неплохие интервью. Они не пустые, в них произносятся какие-то новости, эти новости произносят люди, которые принимают решения, то есть все, что нужно для интервью, там есть. Однако, очень многие новости хоронятся в этих самых интервью, потому что они там по 5-6 экранов занимают, и что новость, а что является мантрой предприятий рыболовецкой отрасли, не совсем понятно. Я посмотрел на русский язык, он, безусловно, как и все российские медиа, очень сильно подвержен канцеляризму, который перетекает туда от того, что ребята очень много пользуются пресс-релизами. В тех текстах, которые написаны в репортажном жанре, которые написаны по собственным источникам, канцеляризмов существенно меньше. Значит, подожди, я сейчас еще чуть-чуть вернусь к теме интервью, потому что ты говоришь о том, что новости теряются внутри интервью. У меня сложилось еще впечатление, что интервью потерялись в новостях. Это уже с точки зрения компоновки самого сайта, когда есть лента и когда и интервью, и онлайн-конференции в правой практически незаметной колонке, которая... Которая на третьем экране у меня. Да, да. И вот здесь такой вопрос. Очень сильно, допустим, просится решение вставлять интервью в ленту. Но тогда человек, по идее, не будет, пользователь не будет различать, где новости, а где интервью. Или это сейчас не является такой необходимостью разводить? Вероятно, Магадан Медиа сами должны принять такое решение. Но вот РИА Новости спокойно ставит все в ленту, то есть все, что публикуется на сайте, проходит через ленту. И это решение не плохое и не хорошее, просто приняли, что теперь вот так. Да, и соответственно, ребята могут это сделать, могут этого не делать, но в одном ты права. Жанр в самой высокой добавленной стоимости. То есть то, что ребята сделали на наибольший процент самостоятельно, то, где зарыто наибольшее количество их эксклюзивов, зарыто глубоко-глубоко в сайте. А это неправильно. Кстати, Оксана, у тебя открыт сейчас сайт? Да. Обрати внимание на стрелочку сюжета. Это, конечно, уже не совсем редукционная часть, а может быть, часть юзабилити, да? Стрелочка сюжета указывает на что угодно, только не на сюжеты. Викенд Магадан, народный корреспондент. Ну вот у меня тоже вопрос, потому что у меня-то, я начала еще себе сомневаться, потому что для меня сюжет – это некая законченная история, состоящая из нескольких материалов. То есть сюжет – это завязка, кульминация, развязка, и дальше все умерли. Здесь же и народный корреспондент для меня вообще абсолютно не сюжет, это, не знаю, формат, даже рубрика. Рубрика, жанр, все что угодно. Да, то есть в этом смысле сюжеты, они была заготовка, возможно, для каких-то, то, о чем ты говоришь, да, о связанных историях. Но фактически я ни одной связанной истории не нашла, ни метками они не связаны между собой, ни вот этим вот механизмом сюжета. Но вот что дает, ты созрел для ответа на вопрос, что сюжет даст для развития сайта и для привлечения пользователя? Первая часть ответа на этот вопрос заключалась в том, что сами сюжеты – это результат вопроса, что сегодня важно. Но сами по себе сюжеты, они также для читателей полезны, потому что ты смотришь на совокупность последних сюжетов, которые в лучших практиках еще отсортированы, может быть, по значимости, и ты решаешь проблему своего оперативного информирования. Помимо прочего, сюжет – это еще и удобная вещь для любителей, почитать для любителей лонг-рида. Сюжеты выступают, по моей практике, сюжеты выступают неким заменителем лонг-ридов, больших текстов, да, когда этих больших текстов в силу редукционных причин нет. Тогда вот набор материалов, отобранных в сюжет, является как бы вот таким большим текстом, разбитым на подзаголовки. Сегодня в Москве случилась трагедия, там авария в метро, и вполне ожидаемый большой редукционный интерес в подобной истории. Я сидел на главных информационных сайтах страны, в их сюжетах, и я не хотел получать никакой другой информации, кроме вот этой. Таким образом, у сюжета есть еще функционал концентрации на выбранной теме. Вот. А это все дает пейдж-вью и вовлеченность, это все дает лояльность аудитории и так далее. И так далее, и так далее. В общем, мне кажется, что современные СМИ без четко выделенных сюжетов, без понимания, как сюжеты работают, достаточно много теряют. И сделать их не так сложно, ни с технической, ни с редукционной точки. Да, какие-то ростки нормальные существуют. Да, да. Просто в том, что очень многие вещи ребята не докручивают до конца, не доделывают. Да, именно так. Я поэтому и старался в своих ответах следовать именно такой логике, что первый шаг во многих направлениях сделан, теперь его надо довести до ума. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!